Здорово, пацаны. Привет. Андрюк, раннее утро. Все только проснулись или едут на гонку, а ты уже проехал несколько спусков. Один. Чтобы влиться в атмосферу. Откуда у людей столько здоровья в ногах? Я вообще не понимаю. Высыпаемся. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Починил. Привет, Кирюха. Привет. Один из главных претендентов на третье место в общем зачете по самой главной категории элита. Не знаю, не знаю, как карты лягут. Но ведь не так много людей могут тебя обогнать. Ну, мы прикатывались мало, еще уезжали в Балаклаву, так что не так много раскатывались, как наши профи. Хочу добавить к этому тексту, что это все отмазы. Нормально, он вчера все прикатывал, скунаемал, так что все. Саша говорит, конкурентная, можно сказать, жила, потому что ты тоже... Ну, вроде говорят, да. Я не смотрел на самом деле, сколько там очков, разницы. На самом деле, немного. На самом деле, он задрачивался. Я вчера один раз посетился спокойно, и поехали кушать калит. В Балаклаву с ребятами ты не ездил? Нет, не ездил, не хотелось два часа трястись на машине туда. Да, он задрачивал трассу. Как ты относишься к тому, что не будет у нас катаний по снегам и грязи? Ну, слушай, все-таки многие уезжают, и хочется как-то пораньше все это закончить. Поэтому, в принципе, все грамотно сделано. Старт в 11, в 14 часов, дай бог, мы закончим, в 15 награждения. Потом можно уже потусить, отдохнуть, и всем спокойно. Нормально. Легкий финал, грубо говоря. Ни пуха, ни пера. Спасибо. Конкуренция за третье место в элите в общем зачете. Она какая-то просто невероятная. Стольких людей шансы. Да, да. Элитные траектории. Срочно поставить парикзам. Что такое парикзам? Разметку менять не буду больше? Ну, а какую разметку менять? Так что, натай на трассу. Оу! Это золото! Кунаев повержен просто! Александр, возникают вопросы. Остальную трассу вы также будете ехать? Нет, нет. Все по трассе, никаких срезочек я особо не нашел. Не увидел, к сожалению. Девчонки, готовиться к старту. Ну, вы прикатали эту трассу-то, наконец? Я помню. Прикатали! Знаю самую быструю траекторию заезда на торчок. Да, вчера мы учились дальше бэкфлип. Я почти докрутила. Вы осознаете, что у вас, возможно, есть все шансы победить сегодняшние гонки? Возможно. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к тому, что сегодня в 8.20 у меня самолет в уютную Москву. Я осознаю, что мне нужно спеть на него. Это твоя мотивация на гонку. Как вам новый байк Татьяны Брусовой? Ну, я могу сказать, что он ей по разуме ровнет. Не, на самом деле, он классный велик. Да? Ну, маловат для меня. Шутка, которая требует визуальных пояснений. Где твой байк? Я не различую. По самой адской моде. Это новый тренд. Длина базы должна равняться росту гонщика. Екатерина, расскажите, какие у вас чаяния на сегодняшнюю гонку? Доехать и не разбиться. Ну, вы и так прям отделили много защиты. Конечно, чтобы не разбиться. Все будет хорошо. Дорожки! Давай, Танюха! Давай, давай! Давай, крути! Давай, давай, до конца крути! Давай! Давай! Олег и банкир будут конкуренты мне сегодня. Да, паровозом поедем сегодня, кстати. 30 секунд разница. Я локомотив, Олег вагон. Надеюсь, он не запрыгнет там в поезд. Как у тебя в общем зачете по очкам? Ты же на все гонки ездил? Да, на все гонки ездил. Ну? Надеюсь, выиграть. Хочу стать дважды. Дважды? Крутан. А у тебя была исключительно уважительная причина в этом году? Родилась дочь? Я этот год посвятил семье, поэтому катаюсь о удовольствии. Ну, и, собственно, никуда не претендую. Ну, разве только, если ты можешь в этой гонке. В этом и так. Женя Шипилов доводит байк в самый последний момент. Скажи, ну у тебя-то как раз голова сегодня болит меньше всех остальных твоих привычных конкурентов. Ну да, я просто катаюсь в удовольствие. А как ты оцениваешь свои шансы заехать на третье место? Шансы никак не оцениваю. Посмотрим, как пойдет. Вова, давай! Три, два, один, пошел. Давай, 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 давай! Блядь! Давай, Серега! Давай, давай, давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 как вы прикатали на самом деле доездил несколько раз как-то вот как застрял в зуба ты это же бхр 2 да ну как были на баке стоковая не заморачивался какой хороший бой сзади его порезал просто новый стоит должна хорошо держать на траверсах да нормально единственное что он чувствуется компаунд мягкий тут такая трасса получилась своеобразная укатали после грязи хорошо держит какой-то абразив на треке поэтому хочется дожерезину пожёстче или чуть качать пожёстче не нужно такого прям мягкого но давай вова 30 старту 23 готовимся так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Разметку закрыл Пощадок Вот это прикол Что такое? Не нервничай Не нервничаем, запас есть. У меня козырёк опустился вот так и поехал просто сквозь разметку, самый последний до этого тормозился и просто через сам с трассы не ехал. Я сел с ногами и жду поворота, в итоге приезжаю в финиш и крути. Не, ну там потерял буквально секунду-две максимум. А мне до отлома шли. Какие возмутные очки, Александр. Блин, я без бороды вообще тебя не узнаю. Либо включи её обратно. Ты сбрил бороду и потерял память? Да, либо ходил же так всегда. Ну чё? Неплохо, сойдёт. Олег молодец, отобрал у меня полторы секунды. Круто, надо теперь аж собраться на последнем этапе. Танюха закрепляет свое окончательное лидерство. Чё она говорит про новый байк? Слушай, она очень довольна. Она написала, что это подарок. Ну да, а чё? Какой мужчина! Да нет, мы вместе купили велосипед просто и всё. Чё-то такие продумали. Вот, ну вообще я классный. Вообще я охрененный. Я знаю, прям блин. Я очень себя люблю и очень, ну, доволен собой. Да, вы так. Да, заслуженно. Ты дядя съехал, наверное, и я съехал. Поздравляю, ты играл у меня кучу времени. Вроде сам не топил чуть-чуть. Ну ничего, сразу ты первый, наверное. Запас большой. Ну подожди, я остался целый этап. Олег буквально понял выражение прокладка решает. Да. И решил поставить прокладку. Типа прокладка решает. Какая? У меня нет прокладки. Говорят же, между седлом и рулём. Так. Куда здесь можно засунуть прокладку? А ты что, до прокладки катаешься? Да, да, да. Слышишь, оно мне не решает ничего. Ну чё, Илюха, увидимся на финише. Да. Четыре, три, два, один, ноль. Давай, давай, давай! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Вот, хороший, уоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Продолжение следует... 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 Не называйте банкира дяди Вовы. Да, ни за что не называйте. Карма наступает быстро. 30 секунд максимум. Я очень опасный тип. Да. Артур, ты же победил за счету. Ну, получается, здесь, да, победил. Самый перспективный, талантливый. Ну, я не знаю насчет талантливой, там, перспективный. Не говори так. Ты очень быстро едешь. Мы с тобой катались. Скажи, как тебе гонка? Да, очень круто. Понравилось. Первый раз участвую. Очень понравилось. Планирую, может, еще на Собер съездить. Тоже интересно смотреть, что там будет. Ну, так, если бы цепь не слетела, так, не ошибался нигде. Так ты бы еще и Лилиту накатил. Перетормаживал, конечно, местами. Ну, хотя бы не упал нигде. Так что это радует. А что с цепью? Просто слетела, не знаю. Наверное, назад крутанул там. Китайская звезда. Китайская звезда. А постраивай-то накатил. Построивай? Меня накатил, постраивай. Ну, видишь, одно дело тренировки, когда ты расслаблен. А что это за КТ-шут? Ты вроде думаешь рассчитать. Организатором был вчера еще, да? Не зря, мне кажется, еще в таких штанах бояться. Да, блин, пипец, Андрюх, тяжело. Да. Просто в веке ездить или встречать. Суперлайт шорты вообще. Все ставьте топталки. Смотрите, вломы на топталках, я на топталках. Сэм Хилл? Сэм Хилл, да, про малька я вообще молчу. В чем ты думаешь преимущество? Преимущество в том, что ты можешь свободно ногами выставлять постоянно. А здесь почти в каждом повороте можно страховаться. Но через поворот точно это имеет смысл. Там на косых полках длинных. И как бы тебе не надо думать, как ты встегнешься. То есть вот Ваня на эндурных педалях позавчера вообще не мог встегнуться в них нормально. Ездил, выстегнул. Потом поставил дунхильный, вроде стало лучше. Но все равно это другой уровень, как бы, когда ты едешь на топталках. А крутить как бы, вот нету такой разницы в плане крутилов. Ну ты видишь, Ваня на контактах, а вот на топталках. Крутят они примерно одинаково, да, там, наверное. Так что, катайтесь в топталках. Экспертное мнение. Счастье и радость от катания. Короче, зимой можно кататься каждый день. Даже когда вверх засыпнет. Это вот очень интересно, когда вот ребята из Санкт-Петербурга рассказывают о лучнистах, что здесь можно кататься каждый день. Главное вопрос, на чем кататься. Вы думаете, так легко бухгалтеровать велосипед весом 20 кг? Я вам скажу, что это тяжелее, чем ехать трэш. Такое ощущение, что Ваня телепортировался, как бы, вот, последний раз мы его видели в том же положении. Он меня сдувает только за 10 минут. Иван, а что вы качаете? Это у вас суперсекретная система ProCore? Ну, это обычная духельная резина, которая порезана. А на ProCore, видишь, я доезжал. Три трейла доезжал. Три. Это ты пробитый ехал три трейла? Ну, как. Ну, через 2 минуты хватает плюс. Что ты скажешь по поводу вот этих систем ProCore? Оно того стоит? Потому что это же вес увеличивает, правильно я понимаю? Такая штука, ты можешь доезжать, и ты даже не замечаешь, пробитка или нет. Поставил, ты пробил, колесо у тебя пустое, но ты едешь, у тебя ничего не срывает, все окей. Так что я пользуюсь на всех байках. Классно. Про супертехнологии ProCore ты рассказал. А вот технологии, которые появились 20 лет назад. Это контактные педали. В пятерке, сегодняшней по элите, ты единственный, кроме остальных 4, соответственно, да, кто едет в контактных педалях. Я не умею на платформах ездить. Вот и весь ответ. Алушта, это как бы давно известно, что стезят, в общем, место для того, чтобы кататься на таталках. Поэтому, если у тебя контакты, то тебе будет не очень удобно. Но есть огромное количество других мест, где они позволяют ехать быстрее. Скажи, какие? Ну, имеется в виду не место, а вот характеристики. Ну, там, где выходы из поворота более плавные, ты можешь, как бы, не отстегиваясь, повернуть и выкрутить. То есть они, естественно, работают. Там, где большие камни, сильно трясет, тебя ноги не сбрасывает, ты можешь где-то подкрутить, у тебя все стабильно. Но там, конечно, где у тебя нужно выставлять ноги, а здесь везде нужно выставлять ноги, каждый раз неудобно встегиваться. То есть я там ехал, встегнулся, наверное, меньше половины трассы. В остальное время я просто ставил ногу на педаль. А, даже так! Ну, я поставил специальные широкие педали, чтобы просто ногу вставить сюда, а там как пойдет. Потому что стегнулся, ну, не успеваешь. HD, да? Щербин Александр, Кумичев Глеб, Севастополь. Третье место. Алушна, Володин Никита! Второе место. Принт Петрозаводский, Елгора Рейс, Путря Андрей. Красава! И победителем сегодняшней гонки в категории любителей становится Куличихин Илья. 16,59. Общий результат. Красивые кубки, подарки от партнеров. Вау! Молодцы! В категории юниоры. Всего пять участников и все что-то получат сегодня. Морозов Юрий, как тебе? Поклуб Николай, как тебе? Третье место. О грехах Николай, Москва. Колян! Второе место. Кузьминый Крован, Петрозавод. 16,59. Ничего себе, юниор! Предъявите свидетельство о рождении, пожалуйста! В сегодняшней гонкой категории юниоры становится Густав Санкт-Петербург, 15,49! Артур! Ура! Давайте поаплодируем! Ура! Ура! Пятое место. Севастополь, Фрэкшн Рейсинг, Игорь Костов. Четвертое место. Суммы, Владимир Придатко. Спиридоров Антон, Севастополь, Магазин МСБ. Второе место. Санкт-Петербург, 15,39. Алик Папа! Мне музыку надо громко еще делать. Ну а победителем сегодняшней гонки в категории мастера становится Сергей Чернюк! 15-24 лучший результат в категории мастера. Музыка! 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 Грабец Дарья! Второе место. Москва. Мария Кузина! Восемнадцать в сорок восемь. Мой победителем в категории женщины становится Бруссов! Восемнадцать в двенадцать лучший результат в категории девушки. Красавицы! Которые! Которые! Мы очень рады! Спасибо, что вы приехали! Спасибо, что вы участвовали отсюда! Которые! 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 место. Результат 14.06. Москва. Шипион Евгений. Второе место. Занимает с результатом 13.42. Саранск. Иван Кунаев. Победителем сегодняшней гонки в категории «Элита» с лучшим результатом во всех категориях, естественно, становится Папа Палентин. Это команда в Пошелайзе 13.30. Обалдеть. Победителем, как завершить нашу гонку. Попробей, давайте, порадуйтесь. Ура! Мы закончили эту гонку, любимый бассейн, вы шучи. Поздравляем мы вас от всей души. Спасибо вам. Первую трассу слегка слил, поправлял вынос, поэтому остальные все три участка ехал на плов. Проехал хорошо, но первый подкачал. Ждем финальных результатов по итогам рейтинга. Антоха Спиридонов. Знаешь, я в прошлом году удачно заехал вторым по мастерам, но было тяжело так, на физухе, потому что по грязи я же не очень. В этом году лайт был, потому что я немножко приболел, не думал, что что-то получится, но третьим заехал. Я так думаю, что на первом участке, ну, получилось, скажем так, накрутить. Потому что остальное, у нас нет плоских поворотов, у нас камни, рубилово. Вот, а сегодня, знаете, было такое, значительно легкое все. Вот. Плюс четвертый участок ехал вообще вслепую, я ни разу по нему не проезжал, даже не ходил пешком. Ну, благо вышло спокойно, без падений, стабильно проехать. Ну, так что, все нормально, погода, повезло, хорошо. Не думаешь менять контакты на Топталке на следующие Алушинские старты? Слушай, ну, представь, я с 94-го года на байке езжу, где-то с 2000-го года на контактах, но уже просто, наверное, не смогу, рефлексы не тебе. А тебя, Сереж, поздравляю, ты молодец сегодня, отлично, дай пять. А-а-а, спасибо. Молодец. Андрюха Лахов, адский фэтбайк, который накатил очень многих на элите, и сейчас вот у тебя за спиной люди обсуждают, как так это могло произойти. Ну, я ездил с Вадимом в байп-тест, он меня всегда сдерживал, и вот я, наконец-то, вырвался. Многие спрашивают, вот эти вот туры, то, что делает Загремел, Вадим и другие ребята. Четвертый мой приезд сюда, в Крым, раньше я вообще не катался в Крыму. Каждый раз чувствую прибавку, потому что эти туры реально расширят границы своих возможностей. Потому что в таком городе, как Москва, возможностей ускориться нет. Почувствовать большие горы. Женя, главный строитель трассы, впечатления о прошедшей гонке и какие-то, может быть, хитрые планы на следующий год. Не знаю, я не участвовал, не могу ничего сказать. Роскандри, наше все. Ты сильно расстроился, что первый этап был отменен из-за снегопада и повалившихся деревьев? Вообще, конечно, мне всегда печально было, что он отменился. Потому что, в любом случае, гонка сокращается и неполноценная получилась. Хотелось больше. Ну, как участник, я тебе скажу, что было все равно очень круто и очень классно. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите спасибо снегу, он нас ножалел. Так, мы попробуем попутить. Ты говоришь про Пентагон? Да, трасса будет хорошая, хрёвая. Приезжайте на Гонку. Потому что это лучшие шейперы в Крыму. Вот, команда Фрэкшн. Я люблю Израилы и Голланды. На половине трассы у меня отпала цепь. Даже не отпала, она телепалась за мной почти до финиша. И на финише она намоталась мне на переключатель и остановила колесо. Но ты, тем не менее, все равно заехал на четвертое место. Да. Забежал. Сколько у тебя было шансов приехать все-таки третьим? Третьим? Все. Я в одном легком повороте уже вышел с поворота. Расслабился. А надо было держать концентрацию. Я все-таки лег. Все прошло. Все закончилось. Вот и российская дура серия подошла уже к своему концу. Все катались, попались. Увидимся в следующем году. Я понимаю. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...